Результат от этого зависел очень жёстко. Действительно, ShadowFind в очередной раз отдают Вега своим соперникам. Но вообще, я хочу сказать, что какие-то сюрпризы у нас по драфту. Во-первых, до мейджора и на первых играх мы видели ферстбан Дума. Сейчас я уже не первую игру вижу, его вообще в драфте нет. Не просто он в бане где-то, его забыли совсем. Ну, то есть... Вега его пыталась использовать как раз, кажется, против кого-то. Да, 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 там был Дум против Бристлбека, или это было не в том случае, я даже не помню. Ну, здесь уже. Да, уже здесь. Причём там Дум выглядел абсолютно неэффективно, и игра закончилась, так и не успев толком начаться. Дум там что-то ходил, прыгал, думил, но толка с этого не было никакого. То есть, возможно, не такой уж и сильный персонаж или есть против него персонажи. Ну и вот фиксанули. Во-вторых, им мало играли, потому что его всё время банили. И здесь, попробовав пару раз, команды, мы видим, как отказываются от него. Таким, мол, блин, не такой уж и наибовый. Ну да, во-первых, да, во-вторых, никто с ним не тренировался, я практически уверен. Никто не ожидал, что Дума будут отдавать. И вот он, пожалуйста. Естественно, вот Висп тоже у нас был в бане, здесь опять его банят Вега. Но опять же, если бы это не были OG, пад, что мы увидели бы Висп в бане. Да, да, некоторые матчапы, там Висп не попадал ни в пики, ни в баны на протяжении целой Бест оф 3 серии. А то и целых нескольких Бест оф 3 серии. Ну вот она, Луна для Паши. Сегодня он уже играл на этой Луне и побеждал. Причём побеждал он, кстати, OG, и там был Миракл на антимаге. Если мне память не изменяет. Ну, тоже немножко забытый герой Луна, а отнюдь очень сильный при этом. Ну, Вега вдохнули в него жизнь просто потому, что это Йола-Луна. То есть она постоянно бегает с командой, она дерётся, она даёт ауру. Типичный Паша. Типичный Паша, да, который хорошо играет. Так вот, и ауру уже очень много, смотри. Есть аура на урон, есть аура на скорость атаки. И, по сути, если все эти 5 героев соберутся вместе, с ними очень неприятно воевать. Да, уже сильных 3 кора. Конечно, ну, всё-таки, наверное, займут позицию именно Хард, Лёгкая и Соло-Мид. Видели мы пару раз саппорт Квапу. На самом деле, не так уж плохо это всё, как в первый взгляд кажется. Саппорт Квапа заходила пару раз удачно. Здесь пока что и без этого справляются Вега. Возможно, как раз-таки саппорта последнего, четвёртой позиции заберут. С Даззлом, если я правильно помню, у них больше всего игр вообще сыграно. И отличный винрейт. Сегодня немножко он не зашёл против Вичи Гейминг. Но зато Сёма хорош. И смотрим на баны. Пивная панда вот опять. Брюмастер отправляется в бан. Также не так много игр мы с ним видели. До мейджора и где-то вот перед непредственно. Но здесь уже банят. Возможно, что-то вот за эти пару дней, попрактиковавшись, увидели. Да, просто неприятный именно боевой персонаж. Если вы собираетесь драться, то Брюмастер это, наверное, один из героев, которого вы бы меньше всего хотели видеть против себя. Потому что суппорты, во-первых, от него страдают. Он просто раскладывается, нажимает рейт-клик на какого-нибудь Даззла условного. И всё, и начинается вот эта погоня Бенни Хилла. Даззл убегает от трёх спиритов. И так происходит со всеми суппортами тонкими. Так что, да, тут Брюмастер крайне неприятный. Ну, плюс его в контроле тяжеловато. Вы должны тратить какой-нибудь там условный крик Бестмастера. Потом ещё какой-нибудь Сайленс. Ещё, 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 ещё. И не факт, что вы его при всём при этом убьёте. Так что зачастую легче от него избавиться. Тем более, если команда его использует. Команда противника. Ну и последний пик для Веги. Кто же будет ещё больше усиливать? Для Солыча. Вот Солыч. Солыч на... Для Найт Сталкере? На Скайра Смейджа мы сегодня его видели. Да, но Скаймак тут вообще не подходит. Скаймак это просто корм. И для Сталкера, и для Тускара, и для Брудмамки с СФ. Он просто будет умирать. В любой момент игры где-то будет умирать один Скаймак. Что-то, что помогает цеплять Бруду, здесь будет хорошим вариантом. Ну вот Спиритбрейкера заманили. Как раз очень классный был вариант для команды Вега. Спиритбрейкера больше не будет. И какой выбор? Ну Вичдоктор тут тоже фарш. Может того же аппарата заберут, которого брали последние... Может быть аппарата, но под аппарата контроля вообще никакого нет. Вообще нет никакого контроля у Веги, кроме Бестмастера, на самом деле. И это грустно. Нужен какой-то герой с неплохой фиксацией. Но Вичдоктор плох, потому что тут Брудмамка с пауками. И Шаманя Соло в своё время. Шаман, да. Шаман может быть очень неплох. Реально может быть очень неплох. Но вот тебе и контроль, и при этом ещё и сильный ультимейт как раз под такой лёгкий подпуш. Бестмастером и Луной. Ну, вообще-то, вообще может фигурировать здесь Шадоу Шаман. Тем более, что он у нас уже всплывал на этом турнире. Пять секунд всего остаётся. Сёма, кого же он выберет? Две, один. Акс появляется. Тоже хороший выбор. Четвёртая позиция Акс. А может быть и четвёртая позиция Бестмастера. Вообще, кожа на саппорт Квапу. На саппорт Квапу? Потому что всё-таки... Ну, Бест здесь может быть саппортом, да. Очевидно, саппорт Дазл. Луна будет кором. Точно Акс будет стоять против Бруды, скорее всего. Но это... Иначе зачем взят? Когда у тебя есть Акс, ты... Лучше всего поставить его против Бруды. Ну бы и нет. И что сейчас заберу 2G? Более того, много милишников. Найт Сталкер, Туск, Бруда. Это уже Акса хорошая. Ну да, когда Тускар на кого-то вкатывается, Акс просто не спеша подходит. Ждёт, чтобы нажать. Появляется Рубик. Но Рубик мне тут тоже не особо нравится. Хотя, есть что воровать. Есть что воровать. Есть крик Бестмастера, есть крик Квапы. Очень крикливый герой у Веги. Крик Акса. В одни крики, на самом деле. И да, если Рубик будет играть качественно, То могут быть проблемы у Веги. Определённо могут быть. Суппорт Бестмастер. А, всё-таки это Суппорт Бестмастер. Ну, на отводиках где-то там постоит. Скорее всего, может быть, Эншитов подводит. Ещё что-нибудь поделает для того же Паши. Ну что ж. Очень-очень интересно, к чему у нас приведёт вообще всё это противостояние. Као-Джи достаточно боевой пик. То есть тоже жирные герои. Все хорошо дерутся. Но Веги тоже. Но Вега за счёт... Я бы сказал, Веги даже пожирнеет. Ну да, да. Ну плюс ещё Дазл вот под этого Акса. Соглядит. Давайте, наверное, быстренько пробежимся по команде. Посмотрим, кто на ком у нас будет играть. Команда Вега. Ну, он будет бегать на Queen of Pain. Сёма, убийца, Дазл. Мак, Акс. Ушёл у нас на оффлейн Паша, который хорошо играет. Ну и Соло. Соло-Нитроген будет играть у нас на мастере. Унминдер играет на Брудмазер. Крит играет на рубике Miracle Shadow Fint. В лёгкую линию. Ноутейл на Найт Сталкере. Получается у нас Кэрри Найт Сталкер. И Флай играет на Саппорт Тусики. Ну, как всегда, у нас вот ОДжи славятся тем, что они могут поставить на любую позицию любого. И Нутейл, и Хардкер исполняет. И таких каких-то сэми Кэрри Найт Сталкеров. Ну вот, да. Что-то мы совсем запамятовали, когда увидели Рубика на Ласт Пик. То, что позиции суппортов-то уже, по сути, заняты. Вроде как Сталкер планировался суппортом изначально. А тут вдруг выясняется, что это Кор. Причём, самый Корный Кор. А сразу же вопрос на тему того, как собираются на линиях действовать ОДжи. Ну, вообще, я смотрю на Талант Вега, и они делают то шальное моё изначальное предположение, то, что Акс всё-таки отправится в лес куда-то стоять. Ну, Акс идёт не в лес, Акс идёт на лёгкую. Я думаю, против Бруды. Да, против Бруды постоять немного. Да, Ква по миде. Ну, и типа Трепла в сложную, судя по местоположению Паши. Штал вопрос. Я вас слушаю. Ну да, вот всё ещё по лайнингу. Он ещё штаит. Штаит? Ну, Луна уже побежала, так что вопрос потихонечку перестаёт штаять. И тут у нас Бистмастер с птицей в миде основался с двумя кабанами, что Курьера собирается отстреливать, или Героев. Вообще, он сейчас Крита может отстрелить, если на то пошло. Главное сейчас... Да, 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 да. Нападают на Крита, и сейчас просто окружить кабанами и захилить в мясо. Кабан умер. Да, он слишком стар был этот кабан, слишком много мы от него требовали. Кабана была на покой. Так, тут лёгкая обманочка от ОДжи. Найт Сталкер снизу. Но, несмотря на то, что он снизу, с Аксом ему всё равно тяжеловато. Акс стоит в крипах, крутится, крутится довольно бодро. Это нормальный Акс, да, который крутится? Ну... Типичный. Даже когда он не крутится, немножко страшно, что он начнёт крутиться, судя по всему. Ну, да, присутствует такой... И я смотрю, ОДжи начинают по тиху планировать осаду Акса. Акс уже второго уровня, и если что, сквозь крики его будет очень тяжело пробивать. Да, вот он пошёл крики, поднимают Аксевича. Но, слушай, его тут заковыряют и убьют, да, в замечательные шарды. И это Фёрст Блат. Он вроде бы и крутился, там, раза три крутанулся, но видим, что Флайу с критом практически по боку было. Но Тейл, который принял на себя весь удар, в итоге всё равно выжил. И теперь, наверное, вопрос. Зачем брать Акса, если вы пока не меняете линии? Возможно, ждали первой этой смерти. Нет, Акса опять внизу. Вот, теперь повторю свой вопрос. Зачем вы берёте Акс, стоять против Бруды, если как только противник меняет линии, Акс стоит не против Бруды? Как тебе такая? Ну, вот эта гибкость ОДЖИ здесь, конечно, да. Вопрос стоит по-прежнему у нас, потому что магу здесь явно против трёх героев не так приятно. И Бруда совершенно спокойно. Но тут вообще вот эта сильная трепла, это всегда очень круто, когда ты против такой вот сильной треплы, против которой стоять другая трепла, но только разве что с каким-то зомбарём может. Ты берёшь вот такого героя, типа Брудмазера или какого-нибудь, может быть, какого-то плинкера, который стоит, терпит. Тот же Бестмастер может против такой линии стоять. Он стоит под вышкой, пускает своих суммонов. В данном случае Бруда пускает пауков. Лес, конечно, зачистили, но и что? Как вот Мун Мистера здесь брать? Ну, совсем непонятно. Мун, правда, очень качественно сейчас позиционку ведёт. В верхнюю часть карты перебрался. И у нас там забирают что-то у Финда. Нормально. Нун. Разобрался с ССФом. Вообще Ленова. У него уже там были предпосылки. С самого начала начал Мириклогнобить. Проблема в ССФе. Да, пушат. Понимают, что стоять здесь можно бесконечно. Лучше всего... Самая действенная ситуация против Бруды здесь действительно поддавить. ССФом в том, что его пока что... Ну, загнобить тяжеловато. Он может всегда уйти в лес. Но если спушат вышку сверху, могут захватить вражеский лес. И тогда у Мирикла начнутся проблемы. Посмотрим. Вышку здесь, конечно, тоже непросто. Сопротивляется. Ну, пока да. Пока она брыкается. Но я думаю, что сейчас подойдёт бестмастер с своим кабаном, там, с пичкой. Могут ещё попытаться добрать эту вышку. Мирикл погибает на миде. Да ладно. Опять, опять Мирикл. Ну, ну просто какой-то изверг. Не знаю. Правда, ещё 11 секунд ему до блинка. И он отсюда уже, вероятно, не уйдёт. Хотя Рубик малость завтыкал. Но нет. Приходит Рубик на линию. Вернее, не на линию, а за клопой. И делают, ребят, минус. Маша уходит на нижнюю линию. Вот, 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 вот. Уже неплохо. Теперь осталось Мага отсюда выгнать. Маг. Пошёл за тапком. И телепорт, естественно. И отсюда должен тоже тпшиться. Правда, не на виду у Ноутейла желательно это делать, чтобы воид не отхватить таблет. Да, сверху спушили тавр, поэтому там стоять довольно-таки тяжело. Если бы тавр не спушили, в чём минус? Бруда могла бы перетянуться вниз. Сверху стоял бы Найт Сталкер, спокойно фармил. И Бруда была бы очень сильной. Её бы гонять уже было достаточно тяжело. Но сейчас Бруда вынуждена оставаться на топе. Тем временем её просвечивают. А, агрил всех пауков. Просто соло. Блин, сколько соло фрагов-то делает команда Вега. СФ в миде дважды погиб, Бруда только что погибла. И опять же, это всё происходит в одиночку. Нападение на Бестмастера. Наступает ночь Найт Сталкер. Помню, что это Кэрри Найт Сталкер. Подключается в драке. Сайланс вешать на Ноуана. Захарает Ноуана. Сайланс заканчивается. Нужно поднимать воздух, но нету маны у Рубика. Да, маны. 17 маны не хватает. И Квинов Пейн отсюда уходит. Но у Квапы ещё слишком маленький уровень для того, чтобы нормально воевать против таких толп людей. Бруда у нас появляется на нижней линии. То есть ОДЖ не собираются сдаваться. Бруда убегает от Акса. Понимает, что стоять против мага будет достаточно затруднительно. Маг тоже должен понимать, что если он будет залетать слишком далеко, за ним просто будет постоянно приходить Тускар с Найт Сталкером. Они просто его будут бить, 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 бить. По одному, по два. Возможно, там ещё даже какой-то Рубик нарисуется. Его в итоге будут убивать. Что не есть хорошо для Акса, конечно же. Такс должен быстро уже выходить. Да, ну, блинка пока что у него нету. Но Транкл Тапчик и быстро должен дофармить. Соло продолжает рассекать. Находит Бруду. Бруда наступает на Сентри. Немножко тяжёлая ситуация здесь у Муна. Ну, Муна хорошо здесь гоняет. Просветка пошла. Отличное замедление. И Мун должен умерать. Тычка! Есть фраг в Бруде. Замедление кабанов, просветки очень жёстко. Боже, посмотри, как кабаны сжирают. Соло читают. Ну, вообще-то они уже съели Сёму. Это же не кабаны, пауки, да. Реально, они сожрали Дазла? Боже. А сколько же их тут? Реально человек 15 просто бегает. Вот это самое страшное в этой пачке пауков, что если их очень много, они атакуют и довольно медленно. Но если их очень много, они за один укус тебе снимают сразу, там, практически все ХП. И Дазла не успел просто среагировать, на себя ничего повесить. Может быть, маны там не хватило. В любом случае, Бруде удается разменяться. Ноутейл продолжает спейсить. Это тот спейс, который пока что не превращается в фит. И скорее, наоборот, он даже ищет врага. Пытается кого-то убить. Но вот, правда, совершенно один. Нужно играть аккуратно. Да, ну вот Паша опять возвращается на нижнюю линию. Пятого пока уровня Луна, но уже с Аквилкой. Возможно, стоит Феге немного активизироваться. Попасть на Бесмастере на пятом уровне. Вкачать, допустим, условную ауру хотя бы первого левела. И попытаться тоже с ней пропушить. СФ убивает мага. Ноутейл появляется на нижней линии. Вкатывается Тусик. Но Тусик Соло вкатывается. Друг, ты один? Здесь нет власти под вражеской-то вышкой в Соло на суппорт Тускаре. Слишком-слишком опрометчиво. Да, Акс. Забрали сверху, снизу забрали Тускара. Но Тускар неплохо стянул всех врагов, учитывая, что это саппорт. И так уж хорошо получилось для Веги. Они все оказались снизу, забрали одного. Еще и сверху у них убили одного из коров. Довольно толстого. Да, но в итоге получается то, что Паша умирает на линии сейчас. Да, за хил от Даззла не поможет вообще никак. Плевок. Еще и сам Даззл тут умрет. Возможно, стоило даже раньше немного семи делать ТП-аут отсюда. Не дождаться момента, когда Луна погибнет. Ну и вот. Жирные герои. Неприятные герои. Да, и вот постоянная смена линий от OG. Возможно, у нас была когда-то игра. Я вспоминаю. Сейчас не помню, правда, кто с кем рубился. Но ребята свапались линиями раз пять. И те, и те. Они просто бегали друг за другом. В свое время я помню Сайлор с Бернингом. Сайлор играл на медведей. Бернинг на антимаге. Сайлор просто за ним по всей карте носился. На стадии лайнинга с первой минуты. Бернинг приходил. Он не мог ни одного крипа добить против мишки. Но смотрелось довольно забавно. Причем там не стеснялись делать по 10 ТП. И на всех линиях побывать. И вот просто гонялись за этой брудой. Не помню кем уже. И просто постоянно была смена линий. Почему здесь вега вот так вот сдалась. И перестала заниматься этой фигней. Ну как-то подвижнее пик OG. И как мы видим, SF уже выходит в топ по нетворцу. Что и требовалось доказать, обгоняя Квапу. Бруда идет на третьем месте. Найт Сталкер на четвертом. Пока что все очень хорошо. Рубик также имеет очень много золота. Ну Рубику просто как раз за спейс-криятели. Все это время, пока шли драки. Рубика не было в замесе. И он стоял на линии. Он получил уровень 6. Ну у него 1.03, когда тоже хороший. Да, да, да. Где-то там. Но он в начале. Он в начале там Акса принимал. Помнится. Тут у нас выход на Пашу. Так, выход на Пашу. Мун снизу не стесняется покупать сентрики. Ставить какой стадии игры для того, чтобы себе... Ну тут Паша умер. А, у Паши здесь. И в такой ситуации Луна не убегает зачастую. Причем очень интересно то, что Дазла нет под рукой. Все, мы вообще внизу. Непонятно, что делает. Кого они собираются здесь убивать. Ну вообще, на что был расчет у Веги сейчас? Не совсем понятно. Немножко потерялись. Вот это не совсем приятно. Сегодня также потерялись в начале Вич и гейминг. Но они каждый раз к концу игры подсобирались. Вега смотрелись очень собранными. Не знаю, что с ними там произошло в перерыве. Есть инфа, что у Мага температура. Но Маг-то, кстати, пока что действует неплохо. А вот такое ощущение, что температура у Паши. Потому что он себя не может вообще в этой игре найти. Да, пока Луна какая-то абсолютно бесхозная. Бегает. Это 2 700 нутворца. Меньше, чем пока у всех фармил на этой карте. Понятно, ей немного неудобно фармить. Условия не слишком благополучные. Но кто мешает создать эти самые условия? Что если Луне стоит, например, купить какую-нибудь морбид масочку, пойти в лес фармить, чтобы ей помог кто-нибудь? Если ее на линиях постоянно убивают, почему нет? Ну, опять она на топе. Ну, здесь пока что ее не убивают, но позиция. Ну, только что убили. Вот в чем дело. Разочек уже приняли ее здесь. Так, и соло. В своем бестмастере. Ну, тоже, да, казалось бы, бестмастер, суппорт. Немного необычные решения. И вот давай прикинем, что бы произошло, если бы не появление этой бруды. Бруда поломала вообще все планы в команде Вега. Это было понятно сразу. Когда они взяли этого акса и поломали лейнинг свой. Вы все вопросы и отпали. Ой-ой-ой. Соло сюда на стахитах еле живой улетел. Слишком жадный пик получился. Бестмастеру, ну, все-таки это замечательные герои. Но вот когда он бегает на пятом уровне на одиннадцатой минуте, у него ничего нету. Он не может вкачать даже ультимейт. А даже если он вкачает ультимейт, ему нужно много. Это герой, которому неплохо какие-то некрачи, блинк заиметь. Где это все взять, пока что непонятно. Вот, а Вега не использовали возможность своих персонажей через ауры. Они, возможно, не подумали, что можно взять и запушить бруду. Запушить все. Вот они очень классно забрали первую вышку. Очень быстро. Ну, как бы для человека, который невооруженным глазом за этим всем наблюдает, покажется, что, ну, забрали и забрали тауэр. Это было очень быстро. Это был самый старт игры. Не только на линиях появились. Там все были вторых, третьих уровней. И почему они не продолжили? Почему они просто с аурами того же бестмастера? Почему бестмастер вкачал, допустим, топоры, которые сейчас, ну, мягко говоря, бесполезные? Мог бы вкачать действительно ауру в один, в два. И они бы пошли с этой луной, с квопой, там, с бестмастером, с даззлом, просто бы задавили все стороны. Там отпушивать, отспамить почти нечем. Ну, были бы там шарды второго уровня и фейтбол второго уровня. То есть спамить нечем, соглашусь. Вообще, наверное, стоило как-то, ну, акс все-таки жадноватым пиком получился. С бестмастером этот пик смотрелся классно. Забираешь еще одного суппорта, того же шамана, и выглядело все гораздо интереснее. Ну, вот бруда. Бруда. Решили поиграть против бруды. В итоге взяли героя, но не взяли линию. Это немного странно выглядит. С другой стороны, если все-таки получится у веги подзатянуть, у них в лейте будет очень серьезный пик. Два героя, пробивающих БКБ, это, ну, дизейблами своими, это акс и бестмастер. Плюс куапа пробивает БКБ также ультом. Да, ну, и, соответственно, Луна достаточно неплохой керри, если дело дойдет до какого-то маломальски свободного фарма. Я, конечно, об этом речи нет, но бытует слух, что могут отжи немножко сбавить натиск, и тогда у Паши появится немного пространства. Например, как сейчас, он там немножечко фармил, почти догнал того же Найт Сталкера, а там недалеко до бруды, до акса. То есть там 300 голды разится, это уже не так и много. Да, пока что УДЖИ занимают полностью вражеский лес. Бруда здесь чувствует себя как дома. Покупает Мидасик. Идет на Сему. Выходит на Солоча. Прячутся саппорты. Да, и тут, если бы Бруда знала, что вдвоем, а, судя по всему, Бруда догадывается, подходит на Сему. Мы нашли, немножко медлил Сему, он мог кинуть Грейв и попробовать сделать ТП-аут, потому что Войт в него уже был потрачен, соответственно, ТП было взбить нечем. Но Сему немножко замешкался. И в итоге погиб. Там... ТП берет, Бруда. Вот это принципиальная разница. Если тот же Мак и Фобос, они практически не берут ПТ после того, как их научили играть с Фейзами, Миндер предпочитает взять все-таки. Не скажу, что прямо колоссальная разница, но в каких-то моментах она очень ощутимая. Вот. А Мак, например, успел среагировать. Мак, как только увидел первую же угрозу, моментально делает Блинк Аут. И... Выживает. Потому что там мы его могли немножко поковырять. Да, выходит в куш. Есть Меха, Найт Сталкер впитал. Флайт зацепили. Флайт зацепили. Кабан за ним ввязался. Мак прыгает. Агрит. Тут огромная пачка пауков. Но Мак нужно быстро очень убивать. Соло. Кидается Сайленс на него. Но Слоу Гранду драться... Бруда сверху бьет. Квин оф Пейн. Квин оф Пейн дает скрим. Забирает кучу пауков. Позиция ужасная. СФ успевает раскастоваться. Как неудачно. Прыгнул Мак. Его минусует Скайла. Тут же подключается Ноутейл. Пытает бить квапу. Пошел ультимейт от Паши. Много крипов. Ультимейт входит в крипов. Минус. Луна. Остается квапа. Раскаст от Уанна. Но Уанн уходит. Спасается на лоу хп. В итоге подхиливает всех Даззл. Чудом отбиваются сейчас. И теряют только двух персонажей. Но возможно потеряют еще и Сему. Ну да. Сема тут конечно убегает. Но бежать ему осталось недолго скорее всего. Хотя у Сэфа такой же. Мувспид. Ну койл от Миракла. Да. Это вам не Тимека. Это вам да. 8000 ммр. Миракл очень хорош. Здорово сейчас разобрались. Заставили. Ну. Я не знаю каким образом Миракл кастовал ультимейт на упреждение. Но он угадал что Акс вот-вот будет врываться. Прочувствовал что Мак не просто Акс стоит на горочке. В итоге Маку там вписали настолько быстро демэдж что даже Даззл не успел дать грейв. И на самом деле Даззл успел бы его дать если бы не вот этот первого левела грейв с рейнджом 550. Который ну вот просто я сейчас наведу еще раз только у нас затпшится. Что вы посмотрели как близко должен находиться Даззл. Почти в упор. Там он через горку прыгал и было неудобно. Да да. А Акс упрыгнул совсем далеко. То есть если бы это был грейв там не знаю третьего четвертого уровня Акс бы еще там выжил. Акс бы еще покрутился и кто его знает что бы вообще произошло. Но Грейв первый. В этом это вся и проблема. Миракл фармит ту самую с энджингиейт. Яшу нужен ему какой-то артефакт на то чтобы бегать быстрее фармить просто потому что с одной мега и многого не сделаешь. Да ну вот слушай у Нуна то тем временем появляется уже Аганим. Да ну он хорошо сыграл. Через там шесть соточек да у Нуна вообще все замечательно. Боевая клопа реально очень боевая. У Луны появляются барабаны. Луна тоже хочет быть боевой. Очень боевой. Я еще далеко до этой стадии. Маг. Ну Маг и Даггер есть ему больше ничего и не надо. Там что Акс ворвался. Крик нажал. Главное чтобы левел был хороший. Чтобы крик подольше действовал. Ну в Blade здесь выходить в веге нельзя. Я вспомнил что это за стратегия. Это тот самый Night Stalker который фармит себе Аганим. И потом ну так как у него с фармом все хорошо. 2.08. Он пытается зафармить Акторин. Если он эти два артефакта выносит. Там 10 секунд. 10 секунд буфера между ультами. Там бестмастер не бестмастер. Ты не видишь ничего. У тебя все весь экран черный. И ну империя подгорела от этой стратегии в свое время. Я помню. Я даже помню эту игру. Я смотрел. Я тогда еще немного удивился Акторину. Но на самом деле он имеет смысл в плане ауза именно ульты. Потому что там Night Stalker является далеко не кором в плане нанесения демджа. Или там в этом духе. Там весь упор делается на хорошую позиционку. На отличное владение информацией во время замеса. Потому что ты если ты играешь против такого сталкера. Просто как слепой котенок. Всю игру ничего не видишь. Ворды ничего не видят. Ворды ставить только на лайн куда-то. Чтобы они прям вот. Прям в упор были. В упор, да. К месту там где люди пробегают. Потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Если вы там ставишь вот этот пригорок. То у него там вижен что-то в районе вот так вот. Здрасте. У тебя вот такие вот коридоры. Которые никак не просматриваются. Ну и плюс опять же у этого сталкера за читу есть гем. Поэтому вы вообще ничего не просматриваете. У вас вижена нет совсем. Мы с Араном только что комментили. Тут вот эта вот горочка топовая. На которую можно поставить и видеть только эту горку. И вот здесь вот эта вот тоже вот эта вот сверху площадка. Она интересная. Лох туда поставил вард. И тоже видел пару деревьев. Видел. Ну да. Он только видел лес. Прикольно. Линия она не захватывается. Но пока что до этого далеко. И здесь конечно еще масса возможностей будет как-то поддавить. Напрячь соперника. Ну мы видим что OG использует абуз Рошана. Груда с Владмирсом. Очень быстро забирает. Рядом также подходит Миракл. Здесь и Крит пинает. Видят всех игроков команды Вега. Вега разбивает смог, но не успеют. Если будут как следует бить, не успеют. Да. 1200. 1200, 700, хп 600, 500. Все есть. Минус Рошан. И насть сталкер ночь. И минус птица еще. И мант оставил у Миракла. Вот так вот. Против. Просто. Против чего-то. Во-первых, ультимейт луны, который работает по целям. Неплохо будет делиться на иллюзии. Ну и плюс ко всему, вот этот вот, когда ты видишь замах Бестмастера. С микро Миракла вполне реально увидеть замах Бестмастера. Нажать манту. Бестмастер стоит, тупит. После этого не знает, куда кастовать. Но у него просто сбивается каст. Ой, Паша, Паша, Паша! Не, ну Паша жирный. У него еще целых 270 хп остается. Да. Еще достаточно много в такой ситуации. Вот он, Даркнесс, пожалуйста. Луна, которая ночью видит столько же, сколько Найт Сталкер. Но, когда работает ультимейт Найт Сталкера, эти правила не работают вообще. Да, поэтому Даркнесс, он достаточно силен, если он работает вообще постоянно. А в случае с тем же Томактарином это действительно возможно. Так, тут у нас Клопа. Клопа, а что дальше будет собирать? Потому что Аганим готов. А дальше что? Ну, ПКБ, наверное. Иначе тут как-то вообще непонятно, как врываться. Сайлансы, Рубики, Тускары. Ну, да, будет тяжеловато. Подходит Солыч со своими четвертыми топорами. Вроде бы немножко отспамили линию, но все равно вышка падает. Вообще, ОДЖ пока действует с позиции просто в разы сильнее, чем Вега. Да, мы видим это и Творцам, общий график. Уже говорит о том, что они порядка 9000 ведут. И по экспетам 7,5 косарей. Очень много. Да, спокойно абсолютно фармят твою половину карты. Никуда не торопится ОДЖИ. Пейн там фармит. Прогнала Мираклос Медага, говорит, и отсюда. Ну, вот Аганим уже есть у Найт Сталкера. Аганим, Гем в контроле Джоши. Ну, а в Акторину уж потихоньку выходить. Само собой, это артефакт очень дорогой. И Найт Сталкер, который не может быстро фармить, Гем тем временем появляется уже, тусик. Поэтому. А, да, все. Все, сейчас, вот, начиная, сейчас еще 5 секунд пройдет. Наступает ночь очередная. И эта ночь будет одной из самых трудных ночей. Ну, вот в этом плане ОДЖИ одна из сильнейших команд. То есть они никогда не проседают в таких моментах, как вот ты берешь Найт Сталкера для того, чтобы контролировать ситуацию. Как только получаешь преимущество, сразу же Аганим Гем. То есть покупаешь Аганим, сразу же идет Гем. Я иногда смотрю, когда у них все получается, вообще не понимаю, как они проигрывают игры. Ну, возможно, у них поэтому и был стрик там в 15 или 16 игр. То есть неспроста. Бегает этот Сталкер. Трикки пока не трогает, видим. Тола вот показывает, что может сплитпушить. Хоть кто-то должен сейчас освобождать пространство. Плюс ко всему, ему фарм нужен, как никому другому. О, да. Вот у него этих полторы тысячи есть. То есть хотя бы какой-то блинк уже был бы неплох. Можно было бы нападать. Хотя, с другой стороны, когда у Сталкера подрублен Даркнесс, то ворваться адекватно очень тяжело. Просто ничего не видишь. А вот Луна сильный кэрис. Много у нее сильных сторон. Но вот когда такая ситуация, она там на тысячу всего лишь Рубика обгоняет, нету БКБ даже близко. Без БКБ Луне очень тяжело. Она просто не живет. Ну, это один из тончайших керри-героев. То есть если у той же Мартретки при схожих показателях по армору и ХП есть у ворот 50%-ный, что немаловажно, то Луна не может ничем таким похвастаться. Да и прыжок у нее есть. У Луны нет прыжка. Хотя вроде есть Тигр, а прыжка нет. У Патной есть. В чем проблема? Ну, такой, какой-то Жердзилла там. Фрок, в чем твоя проблема вообще? Не может прыгать. Сделай так, чтобы Луна прыгала. Толстая пума. Ленивая толстая пума. Ленивая толстая пума. Да. Нова. Спушивают вышки у нас. Бистмастер забирает... Опять Бистмастер забирает тавер. Соло нормально, кстати, принимает уже с ТВ-рофт, с Ластхидов. Но вынуждены вернуться на базу, потому что мид пушится, верхняя линия пушится. Паток развлекается. Да, в БКБ выходит. Здесь пока ничего удивительного. Ну, пока очень активно давят. Маг пытался прыгнуть, немножко не хватило рейнджа. Благодаря иммортальной шмотке на Акса. Да, друзья, есть другие иммортальные шмотки на Акса, кроме той, которую до сих пор Valve не выпустили. С прошлого ИНТа. Видно четко рейндж Агра. Мне это, кстати, нововведение очень понравилось, когда я впервые увидел. Наконец-то было понятно, насколько он действует. А, ты об этом? Я подумал о нововведении собирать на шмотку и не выпускать. Но это тоже, это не нововведение. Мы ждем. Это уже бородатое такое нововведение. Мы ждем. И вот эти фотографии Хатика вместо нас. За то, сколько мемасиков. Мемасиков вообще замечательное количество. Но я, честно, в шоке до сих пор. То есть, вот это реворкинг модельки Зевса, вот этот Арни в молодости, знаешь. Что? Вега выходит в смоках. Да. Правильно, отвлекай меня от этой темы. То я могу разговаривать вечно. В смоках никого они не найдут, потому что OG убежали вообще в другом направлении. Там просто целая эскадрилья пауков. Она уже просто уничтожает вышку. Посмотри. Там еще SF даже не бьет. Ну, вот SF бьет. Ну, паукам... Хотя тут пауков-то много. Их непонятно. Там пауков очень много. Их только что бежало, а они вот так вот растянулись примерно. А вот оно. Такой ручеек. Да-да-да, их там приличное количество. Nothing to do here. Как муталиски в первом StarCraft. Постакал и постреляешь. Такой настоящий стак получается. Бруда. БКБ. SF. БКБ пока что нету, но я думаю, что уверенно идет к нему. И что у нас? Тусик пока что арканцы. Ну, это будут грейвзы. У Рубика есть форстав на всякий случай. SF тем временем не в БКБ идет. Там сатаник. Угу. Готов почти. Без рецепта. Странный выбор. А с другой стороны, ну, нажмет он БКБ. Не нажмет БКБ. Его все равно пока не убить. Не, не то, что БКБ не пупает. А просто, ну, сатаник. У тебя не так много урона и скорость атаки. Не лучший артефакт. Но, да. Может быть сработает. Маг. Ай, как выходит на него. Тут же прожимается Даркнесс. Ну, немножко нужно допить все-таки, наверное, мага. Да, пытается сделать телепорт и уходит. И делает телепорт из-под трех героев. Очень миленько. Куда-то Ноутейл побежал в середине этой драки. Не знаю, то ли он испугался, то ли просто не решил себя забирать. Да, может быть он уже просто поверил в то, что маг мертвый. И решил найти кого-то в лесах, прячущегося вот в этой вот верхней части там карты. А в итоге даже мага упустили. Очень досадный момент. Игра переходит в лейт. Что опять же на руку команде ОГЭ. Ну, на самом деле тут не совсем даже понятно, кому это больше на руку. Объясняю почему. Да, с макро точки зрения у них будет очень классное преимущество за счет сталкера. Мы это разбирали пару минут назад. Но с микро точки зрения и исполнения веги, то есть контроль, это тот же Бистмастер, тот же Акс. Какая-нибудь Луна более-менее тоже. Ну, есть шансы, согласен. Шансов есть. В лейте шансы реально есть. Потому что если прямо сейчас начнется драка, ну, Паша это просто мясо. Он ничего не может сделать. Но эта Луна, она абсолютно не дееспособна. СФ-сатанист. СФ-сатанист. Ну, что ты этому сатанину делаешь? Придет, начнет тебе там гривы махать перед Тир-3. И ты ему ничего не сделаешь. Понимаешь, такая ситуация, что на полном серьезе буквально... Если он хотя бы один на Лу-ХП сделает одну тычку с этим сатаником, он там восстановит себе очень много. Но сделает он ее или нет? А вот, тут как раз идет в дело контроль от команды Вега. Вега один из немногих коллективов, который про это иногда вспоминает. Во время стадии драфта это тоже видно, потому что в баны уходят всякие там бэйны, в бестмастеры появляются либо в фиках, либо в банах. Ну, просто потому что это очень сильные персонажи при определенных обстоятельствах. Сейчас, правда, вот покупка Владмира мне не совсем понятна была на Соло. Я думаю, что все-таки это будет Блинк. Но, видимо, Соло решил, ну или команда решила, что все равно ворваться никуда не получится. Ну да, без шансов. Тут слишком жесткий мап-контроль. То есть дело даже пока что не в Найт Сталкере, а в этой Бруде, которая видит абсолютно все. Ну и Найт Сталкер, опять же, на перспективу с анимом слишком хорош. К-11 левел, но уже 1800. И по графикам надо посмотреть. Да, по графикам УДЖИ это не наращивают за последние 5-6 минут. Для Веги такая вполне нормальная такая ситуация. Да, их это даже почти устраивает. Насколько устраивает, узнаем чуть попозже. Вот сейчас вот он тот момент, который склонит Чашу Весов в одну либо в другую сторону. Появляется Рошан. ОГЭ тем временем преследует СФ Даззла. Даззл пытается сделать телепорт, но нет. Да, да, да. Попытка, конечно, неплохая, но против Тускара тяжело. Сема в очередной раз заспейсил жестко. В общем, уже 5 раз заспейсил. Кстати, видят сейчас Нуна и Соло, и их могут тоже попытаться убить. Там Сталкер, кстати, бежит. Сталкера тоже должны были видеть, и надо делать срочно тап-ауты. Ну, Соло, скорее всего, после Войда сразу попытается сделать тап-аут. О, а тут ждет Найт Сталкер. Да, и все, не в ту сторону побежал Соло. Да, его находят, и отсюда уже никак не уйти. Но почему не улетели сразу, немного непонятно. То есть, чего ждали, зачем... Соло! Убивает крита! Ну, хорошо, да, убил. Но тем временем на базе идет драка. На базе уже погибакс, и на базе уже СФ ломает Тир-3. Джаксевича так зацепили. Ворвались просто в сноуболе, наверное, закатились. Ну, я думаю, что если в сноуболе как раз, то вот вряд ли бы его так легко забрали. Потому что все-таки агр-то должен быть. Да, но чем-то его изничтожили. Можно посмотреть, кстати, Fight Recap. Нет, это не тот Fight Recap. Ну да ладно. А потом нам маг расскажет, наверное. Да-да-да, расскажет. Да я, короче, стоял. Тут пятеро влетают. Смотрю, СФ что-то руками мажет, но я и подошел. Да-да-да. Типа, Рубик с телекинезом, сталкер. Мы говорим, чувак, они на топе соло убивали. А, да? Ну ладно. Да. Хорошая ситуация для того, чтобы подраться на Рошане, если дойдут до него. Потому что Луна, крипов нету, ультимейт может зайти жестко. У Мруды нету, была кинг-бара. Все бы ничего, если бы секунд на 20 перемотать время назад. Да, и если бы у СФ уже того же Кристаллиса, например, на руках не было. СФ, может ошибиться. Да, Миракл сейчас может идти просто на ноге. Зайти на базу, райт-кликом, и будет прав. Бестма, Акс. Ай-яй-яй, маг. Пора пускать Тейдхантера в хост. А, вот теперь поуки-то приходят, и сейчас будут проблемы. Руда успевает прожать БКБ. Пробивать ее очень тяжело. Пошел ультимейт от Луны, СФ. СФ не проседает по ХП. Сатаник пока что не включает. Забирают Акса. Нет, не забирают. Очень вовремя дается в него Грейм. В итоге СФ раскастовывается. Падает Дазл. Падает Акс. Рубикс воровал ультимейт Луны, но недостаточно вовремя его выдал. И ГГ. Да, ГГ пишет Вега. Действительно, ГГ... Ну, знаешь, тут что-то аутплейт. Говорит Шедоу Финд. Реально аутплейт. И я чувствую, что Шедоу Финда мы не увидим в следующей игре. Вот слишком хорошо заточена игра OG под этого СФа. Возможно, но я бы сказал, что Вега аутплейнули сами себя. Сами себя, да. На пике, понятно. То есть, ну вот эта бруда с неудобными... С неудобным этимаксом. Постоянное смещение по линиям, которых не делали Вега, а делали OG. Все привело к тому, что ребята просто потеряли нить игры в один прекрасный момент. И все, поплыли.